Добрый день, Андрей Андреевич! Подскажите, как правильно сказать родителям, что не хочу ходить в православную церковь? Особенно мужа-мама настаивает на том, что нашего ребенка необходимо причащать. В целом, церковь правильная, и когда человек приходит в церковь, он должен знать вот что. Если вы эзотерик, но вам все равно необходимо ходить в церковь, то вы можете делать так. Возле икон, которые связаны с мучениками, говорите, я призываю всех своих врагов и всех людей, которые хотят от меня боли, появитесь передо мной мысленно. После этого говорите, пусть энергия боли мучеников свяжется с моим мучением в этой жизни, и я это все передаю вам. И после этого креститесь и говорите, передаю всем, кто меня ненавидит, передаю всем, кто меня ненавидит, передаю всем, кто меня ненавидит. А дальше говорите, Иоанн Претеча, Иоанн Богослов или еще кто-либо, в помощь мне, спасибо. И вот таким образом делайте шепотом. Если вы подходите к Георгию Победоносцу, говорите, пусть Георгий Победоносец победит всех моих врагов и пусть помогает мне там чему-либо, а я добавляю. Или подходите там и вот так это делаете. Если это ребенок, для ребенка делаете, там креститесь, говорите, прибавляю материальное благополучие ребенку, прибавляю в свою жизнь сил, прибавляю в свою жизнь здоровья, прибавляю. Когда батюшка говорит, давайте причащаться, то мысленно говорите, спаси, сохрани, про себя произносите, принимаю материальное благополучие, принимаю здоровье, принимаю силы, принимаю божественную любовь. Вот так. Это верхняя часть, которую люди делают, а есть еще как бы внутренняя душевная часть любой религии. Так вот мы как эзотерики, мы обычно внешне похожи на всех остальных людей. Мне очень нравится посещение церквей, мне очень нравится общение, но я не на поверхности этого всего. Церковь для меня инструмент, где я могу либо взять, либо отдать. Неприятности я могу, неприятности в церкви как бы сбросить. А если мне необходимо материальное благополучие, то через церковь я могу материальное благополучие в жизнь свою принести. Все в порядке.